Виктор, ну, во-первых, для Украины, для днепровских болельщиков возвращение вас в Украину такое знаковое событие. Все-таки, если можно, вопрос именно по эмоциональной составляющей. Заря один из лидеров украинского чемпионата. Насколько эмоционально важно для вас то, что вы в Украине и в таком клубе? Я уже пресс-конференция у нас была, и такие вопросы задавались. Те амбиции клуба, которые озвучиваются руководством, и потенциал этого клуба, они совпадают на 100% с моими. Вот это было немаловажно для меня, и вот решение принято. Вот я здесь, и там, где я начинал футбол играть, в Запорожье, пять лет. Вот, я очень рад этому. Первая контрольная игра, здесь очень много знакомых, очень много людей, с которыми вы пересекались на футбольных полях. Ну, было заметно, да, что такое, интересно было пообщаться, перекинуться перед игрой. О чем говорили, если не секрет, только об игре или какие-то общие моменты вспоминали? Ну, главная тема всегда футбол, это по-любому. Ну, конечно, интересуемся как семья, как дети, как дела, но это все такое. Я еще раз говорю, что мне приятно здесь находиться, и те люди, с кем я играл раньше, сейчас они на других позициях. И вот мы сравниваем друг с другом. Ну, и давайте все-таки об игре. Понятно, контрольный матч, понятно, каждый тренер решает свои задачи. Вы одним составом сыграли в Днепре, два состава. И тем не менее, Заря, это команда в Украине скилловая на данном этапе, СК Днепр один новичок в украинской премьер-лиге. Вот что вы чувствуете сегодня, увидев вот эти вот наброски, можно так сказать, как вам сегодня работа и вашей команды, и соперников? Ну, соперники это организовано, было видно сразу, стараются играть компактно, закрываются, врываются в контратаки. Мы чуть-чуть меняемся, мы хотим контролировать игру, мы хотим первым номером играть, мы заставляем игроков играть короткий пас, сильный пас ногу. Это вот то, что эти буквально первые 3-4 дня были хорошие моменты, у нас были моменты. Это все такое, что над этим работать будем в будущем. Мне понравилось, и Днепр понравился, и моя команда понравилась. Ну и последний вопрос, болельщики Днепра, для них вы человек, который действительно сделал очень много, как футболист, есть возможность передать привет Днепру? Ну, конечно, я там начинал вообще с детства в футбол играть, всем болельщикам, и, конечно, передаю привет, и мы скоро увидимся. Я рад, однако, играть или тренировать команду, которая играет на Украине.